МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие друзья! 30 августа, вторник, в Якутске на часах 19.15. Прямой эфир «Арена событий» – программа для тех, кто хочет знать события в лесу, в студии Владимир Сенюшкин. Сегодня наш гость – министр образования Республики Саха-Якутия Феодосия Габышева. Феодосия Васильевна, добрый вечер, спасибо огромное, что пришли в преддверии нового учебного года. Это очень важно и для программы, и, я надеюсь, для зрителей тоже. Тебе. Феодосия Васильевна, вот по сообщению информационного агентства «Саха-Ньюс», с 1 сентября российских школьников начнут обучать финансовые грамотности. Но не по всей стране сразу. 8 пилотных регионов – Татарстан, Саратовская область, Волгоградская и так далее, Томская. По-вашему, пока это все на уровне факультативных занятий для школьников. И уже изданы учебники. По-вашему, это важный предмет? Это, конечно, важный предмет. А с другой стороны, я хочу сказать, наша республика в части первых субъектов в Российской Федерации именно приступила к внедрению федеральных стандартов образования. Это значит не только обязательные предметы, это непосредственно выход на компетенцию и непосредственно финансово-экономическое направление. Не только физико-математические классы, а именно финансовое направление. У нас тоже приоритеты, можно сказать. Есть школа, которая непосредственно включает это в учебный предмет. Но мы не заявились, именно участвовать в этом проекте. Потому что у нас есть много задач. В первую очередь, это то, что с 1 сентября сейчас идет апробация стандарта по общему образованию. Мы уже шестой год работаем. По инклюзивному образованию, по стандарту для детей с особенностями здоровья. В этом направлении мы работаем. В числе 12 субъектов мы участвуем в эксперименте по повышению качества в школах со стабильно низкими показателями. В наших условиях тоже очень актуально. И мы попали в число тоже 57 субъектов. Это тоже по заявительному принципу на конкурсной основе по строительству школ для создания новых мест. Это тоже для нас очень ответственно. И четвертое, это мы по дополнительному образованию, именно новые механизмы, именно финансово-экономические механизмы по финансированию дополнительного образования. Персонифицированные механизмы финансирования и вообще новые механизмы управления. Ну и я думаю, что этого достаточно, но у нас еще много направлений. Конечно. Тяна Светлана Васильевна, сейчас поподробнее остановимся на тех задачах, и на тех задачах, действительно, которые перед нами стоят в канун учебного года. Два дня остается до 1 сентября, даже меньше. Важное событие для всех. Важное событие, действительно важное событие. Каждый год оно важно. А вот на прошлой неделе, 22 августа, главой республики Егором Афанасьевичем Борисовым подписаны, их так уже окрестили, августовские указы. Главный из них указ о стратегических направлениях повышения качества жизни населения республики Саха-Якутия. В этом массиве какое место отводится? Я думаю, что это действительно важное место системы образования. И какие задачи стоят перед системой образования? Это стратегический документ. Он определяет в целом социально-экономическое развитие республики до 30-го и основные направления до 50-го года. У нас в системе образования есть инициативы образовательные, образования открытые, будущие. То, что мы обсудили в прошлом году, приняли на 13-м съезде. А в этом году в рамках Ленского образовательного форума обсудили механизмы внедрения. И в первую очередь в рамках этого указа я хочу сказать, там есть показатель. До 30-го года у нас в социальной сфере, в том числе в системе образования, не должно быть ни одного аварийного объекта. То, что сегодня очень многое делается. И строим школы, детские сады, в целом учреждения дополнительного образования и так далее. Я думаю, к этому показателю мы придем. Хотя есть не объективные трудности, о которых я говорю, что у нас очень много деревянных объектов по сравнению с другими субъектами и так далее. И второе, мы должны создать сеть образовательных учреждений, которые будут соответствовать международным стандартам. И как пример, в 2017-2019 годах мы должны создать международную арктическую школу. Это по международному бакалавриату. В 2018 году, это уже инициатива главы нашей республики Егора Афанасьевича Борисова, должны провести международные интеллектуальные игры. Это все закладывает основы, чтобы мы могли претендовать и вообще обеспечить качество образования соответствующим международным стандартам. А вообще, качество образования отражается в качестве жизни. И самый главный стратегический документ именно определяет качество жизни населения. Ну и образование в том числе, собственно говоря, качество жизни, качество здравоохранения, качество образования, это все очень важные вещи. В целом, качество жизни определяется в первую очередь системой образования. Образование, да, безусловно. А вот, ну, журналист априори должен быть любопытный. Простите меня, мое любопытство. А чем международная арктическая школа, о которой вы упомянули, в чем кардинальное отличие от других учреждений? Это начиная с стандарт другой будет, да, это международный бакалавриат. Это значит абсолютно другие, другие требования. Это кроме того, что мы должны обеспечить отечественный стандарт, должны международному стандарту соответствовать. А международный бакалавриат, это достаточно высокий уровень. Сегодня в Российской Федерации у нас только 18 школ, которые имеют лицензию международного бакалавриата, а школ повышенного уровня, которые работают по инновационной системе. Их много, но именно вот это требование настолько высокое, отвечать всем этим требованиям. Поэтому высокий уровень. А с другой стороны, мы должны, конечно, сегодня арктический блок, арктическую тематику, арктическую составляющую, именно отразить подготовки специалистов, будущих специалистов. Фокусировать именно на эту тему. Поэтому мы сегодня так претендуем. Всего-то будет 220 детей. Но с другой стороны, мы хотим пропустить через это образовательное учреждение много детей, которые будут заниматься дополнительным образованием. Есть у нас еще Малая Академия Наук, которые тоже будут непосредственно готовить детей по международному бакалавриату. Здорово. Правда здорово. Феодосия Васильевна, опять же, прошлая неделя и совещание, традиционное, августовское, перед началом учебного года. Там задачи какие ставились? Уже непосредственно, вот просто конкретные наверняка были задачи поставлены. В первую очередь, конечно, это открытый диалог, открытое обсуждение инноваций в системе образования. Это привлечение внимания отечественных и зарубежных экспертов. На каком этапе мы находимся, что у нас положительное, что хорошее, какие проблемы и так далее. Глазами других экспертов. И, конечно, мы готовимся к 2018 году. Эти же мероприятия прошли под эгидой ЮНЕСКО. Поэтому мы сейчас хотим, чтобы именно такой статус, такую эгиду мы могли получить для проведения международных интеллектуальных игр. И, конечно, мы очень много нашли своих партнеров стратегических, социальных, которые заинтересованы с нами вместе работать. Поэтому я думаю, что каждое образовательное учреждение, у нас вообще заявилось более тысячи участников, более ста школ представили свои инновационные проекты. И хорошо, что на этом совещании принимали участие и представители Министерства образования и науки Российской Федерации. Непосредственно заместитель министра образования Огородова Людмила Михайловна приезжала. Тоже непосредственно посмотрела, начиная от науки, начиная от школьных семей. Это было совещание в правительстве. Это заместитель министра образования и науки Российской Федерации. Да, а совещание происходило в правительстве. — Проводила правительство Республики Саха-Якутия, непосредственно Республиканской комиссией руководила Галина Анагендиевна Данчикова сама, надо сказать. Действительно, это по очередь большой, обширной программе прошли эти мероприятия. — В прошлом году 13 съезд учителей и педагогической общественности. В этом году первый Ленский образовательный форум. Кстати, вы об этих мероприятиях уже упоминали под эгидой ЮНЕСКО. Каковы итоги Ленского форума этого года? Как оценили работу форума эксперты? — В целом-то они дали положительную оценку, что очень многое делается в системе образования, что система образования является приоритетом государственной политики. И то, что многие инициативы, которые мы сегодня выдвигаем, они востребованы на международном уровне, начиная от поликультурного образования, кончая профильными различными направлениями образования. — И, кстати, я хочу сказать, что буквально вчера на стратегическом совете определили приоритетные направления национального проекта, в частности в области образования. Это, в первую очередь, создание инфраструктуры, развитие инфраструктуры. Это не только строительство, это в целом создание лаборатории, кабинетов, классов и так далее, подготовка новых учителей и так далее. Второе — это и профессиональное образование, среднее и высшее. И четвертое направление — это самое главное, о чем тоже мы на Ленинском образовательном форуме очень много говорили с участием Института информационных технологий образования. Это электронная школа. Сегодня, в принципе, то, что дает сегодня нам большие возможности для развития в целом системы образования по индивидуальному запросу каждого ученика. — Такое возможно? — Да, такое возможно, да. — Феодосия Васильевна, давайте вот утилитарно уже. — Да, вопрос о готовности образовательных организаций к новому учебному году. Он острый, не острый, сглажены углы какие-то. Все ли готовы? — Ну, в целом, готовность идет в штатном режиме. 1665 образовательных организаций. Это 651 школа, более 700 детских садов. Они все готовы. Но есть некоторые объекты, где ведется большой объем капитального ремонта. Это 14 школа города Якутска, это 28 школа города Якутска. В Тополином есть одна школа, тоже где требуется большой капитальный ремонт. Ну, и есть одна тоже Андрюшкинская школа, где холодно. Вот по таким точечным объектам сейчас ведется работа. Но 1 сентября все дети пойдут в школу, где-то в приспособленных зданиях, где-то во вторую смену и так далее. — Да, понятно. — Всегда учебные процессы во всех школах будут организованы. — Начнется. Понятно. Сколько детей в этом году идет в первый класс? — В первый класс идут 15 399, что намного больше, чем в предыдущие годы. Это результат демографической политики в целом по стране и в частности нашей республике. — У нас время заканчивается, меньше минуты. Давайте вот актуальный вопрос об очереди в детские сады. Как сейчас обстоят дела? Ну, насколько вот возможно покороче просто, скажите. — Ну, в целом у нас есть федеральный портал, поэтому все там прозрачно видно. — От 3 до 7 лет? — Да, от 3 до 7 лет мы ликвидировали, но планом порядка все равно формирования идет. Сейчас задача от 2 месяцев до полутора года. Таких детей у нас более 24 тысяч, из них 13 тысяч — это новые места, которые должны создавать. — Спасибо вам большое за встречу, Адось Васильевна. Республика делает все в системе образования. Это была «Арена событий». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова